И вначале прочитаем и переведём диалог. Анжела и маме делают чай и разговаривают в коридоре. Маме, почему ты сегодня грустная? Смутная? Нет, я не грустная, только думая. Нет, я не грустная, только думаю. Интенсивно думаю об Адаме. Кто это Адам? Кто это Адам? Ах, Адам, то коллега Кароля. Ах, Адам, это друг Кароля. Есть высокий, пшестойный, выспортованный, симпатичный. Он высокий, красивый, помним, что о мужчинах мы говорим только пшестойный, если хотим сказать, что он красивый. О девушках вадена, пенкна и также о чём-то ещё другом. Погода может быть тоже вадена. Но мужчина только пшестойный, он красивый, спортивный, симпатичный, такой приятный. Плануя студьёвач японистыка. Он планирует изучать японский язык и культуру, традиции. К сожалению, он имеет девушку, то есть у него есть девушка. Упражнение 1. Яко ест маме. Какая маме? Яки ест Адам. Какой Адам? Яко ест маме. Какая маме? Маме ест смутно, а она симпатична и ладно. Маме грустная, но симпатичная и красивая. Помним, что в именительном падеже, единственном числе, прилагательный в женском роде имеет окончание а. А в мужском роде и и. Яки ест Адам? Какой Адам? Адам ест симпатичный, пшестойный и высокий. Везде окончание и и. Чвечения номер 2. Упражнение номер 2. Здесь нам нужно сказать, какие они. И говорим мы это противоположностями. Так легче всегда запоминается. Працовиты ленивы. Трудолюбивый, ленивый. Грубый, щупый. Толстый, худой. Весово, смутно. Веселая, грустная. Высокий, низкий. Высокий, низкий. И также можем сказать, среднего роста. Взрост – это рост. Змельчоный, уставший. Выспортованный, спортивный. Ладно, бжитка. Красивая, некрасивая. Про мужчину мы скажем, пшестойный, бжиткий. Красивый, некрасивый. Старый, молодый. Старый, молодой. Здровая, хора. Здоровая, заболевшая, больная. Чисто, брудно. Девочка чистая и грязная. Холейные чвечения. Очередное упражнение. Номер три. Яки он ест, яка она ест. Мы видим здесь картиночки. Подписаны их имена и даны варианты. Какие же они? А, вент, Анджела ест, стара, бжитка, чи высока. Анджела старая, некрасивая или высокая? Ну, рач Анджела ест, высокая. Скорее, Анжела высокая. Яки ест Хавьер? Хавьер ест, брудный, веселый че старый. Он грязный, веселый или старый? Хавьер ест, веселый. Яки ест, уве해�. Увы ест, грубый, бшестойный че смутный. Увы толстый, красивый или грустный? Увы ест шестойный, увы красивый. Яка ест маме? Маме ест груба, щупла чи старая? Маме толстая, худая или старая? Маме ест щупла, маме худенькая. Яки ест том? Том ест працовитый, бжиткий хоры. Том ест працовитый. Том у нас трудолюбивый, он не некрасивый и не больной. Свечение номер четыре, упражнение номер четыре, также по фотографиям предлагает нам сказать, какие они. Тен мэншчызна ест пшестойный и модый. Этот мужчина красивый и молодой. Тен хлопчик ест малый и ущмехненный. Этот мальчик маленький и улыбается. Та девчына ест щупла и сграбна. Эта девушка худенькая и стройная. Тен мэншчызна, чи тен эмерит, может, пенсионер. Тен мэншчызна ест смутный и старый. Этот мужчина грустный и старый. Эмерит, пенсионер. Та девчынка, яка ест та девчынка? Та девчынка ест брудна, бо е лоды, потому что она кушает мороженка, поэтому она грязная. Та девчынка ест мала, она маленькая. Тен мэншчызна ест поважный, такой серьёзный, но може ест чаяки, пшестойные, може высокие, може низкие. Та кубета ест пенкна и ладна. Эта женщина красивая. Прочтём диалог номер два. Ест пшерва. Сейчас перерыв. Хавьер, Анжела и Мами разговаривают в коридоре. Хавьер, Анжела и Мами разговаривают в коридоре. Вече кто-то ест. Вы знаете, кто это? Вем, я, веш, ты, ве, он или она, ве, мы, ве, че, вы, вы знаете. Вы знаете, кто это? Я вем, то ест лекторка языка хишпанскего. Я знаю, это учительница языка испанского. Мышля же, она ест бардзо мила. Я думаю, она очень приятная. А я не вем, чы она ест мила, чы не, але на пэвно ест аттракцыйна. Я вот не знаю, приятная она или нет, но наверняка она привлекательная. Хавьер, як она мана имя? Хавьер, как ее имя? Не памятам добже, але хыба Мария. Я не помню точно, не помню хорошо уже. Ну, вроде как Мария. То ест твоя колежанка, это твоя знакомая. Не, то не ест моя колежанка, але она ест из Хишпании. Нет, это не моя приятельница, но она из Испании. Ест им пэвны, же она ест энергично, спонтанично и бардзо симпатично. Ест им пэвны, же, устойчивое выражение. Я уверен, что она энергичная, спонтанная и очень такая приятная, симпатичная. Давайте прочтем некоторые слова. Называются они интернационализмы. То есть это такие слова, которые во всех языках похожие звучат. И можем без труда понять их смысл. Агрессивный, агрессивный, романтичный, романтичный, активный, активный, сфруструванный, разочарованный, амбитный, амбициозный, спонтанный, атракционный, привлекательный. Вот у нас была лекторка, спонтанична, энергична, симпатична и атракционный, привлекательный, уталентованный, талантливый, энергичный, застресованный, такой человек, который в стрессе, интеллигентный, интеллигентный или умный, креативный, творческий. Итак, как же мы можем выразить свое мнение? Как мы можем начать отвечать на что-то или говорить о чем-то? В диалоге мы видим выделено ест, певный же. Я сказала, что это устойчивость выражения, устойчивая фраза. Также есть фраза мышь ли же. И вот здесь у нас несколько примеров. Мышь ли же переводится я думаю что. Мышь ли же он ест симпатичный. Мышь ли же она ест мило. Мышь ли же так, мышь ли же не. Я думаю да, я думаю что нет. Как еще мы можем выразить свое мнение? Здесь я добавила табличку с самыми распространенными выражениями. Мы разберем часть из них. Мышь ли же я думаю что. Уважим же. То есть я считаю что. Сон зе же. Я думаю что. В значении, ну о чем-то мы судим когда. Веду к мне, по-моему, моим зданием, на мой взгляд, выдаем ище же, мне кажется что. Ястем певен же, ястем певна же, я уверен или я уверена что. Ястем пшеконаны же, я убежден что. Если женщина, ястем пшеконана же. Нужно признать что. Немам вонтплевощи, я не имею сомнений, я не сомневаюсь. Вонтплевощь, сомнение. Невонтплеве, несомненно. И с этими фразами давайте прочтем примеры. Мы шли же, она ест пенкна, я думаю, что она красивая. Уважим же, он ест богатый, я считаю, что он богатый. Сон зе же, он южне вруче, я думаю, что он уже не вернется. Веду к мне, то ест бардзо чекабы. По-моему, это очень интересно. Я считаю, то есть, на мой взгляд, изучать польский язык никогда не поздно. Выдаем еще же она муви правды. Мне кажется, что она говорит правду. Она ест певна, что те лекции сомн наилепши. Она уверена, что эти уроки наилучшие. Я уверен, что мы победим. Треба признать, что он мяу рацьи. Нужно признать, или надо признать, что он был прав. Меч рацьи, быть правым. То есть, я мам рацьи, я прав. Ты маш рацьи, ты прав. И в прошедшем времени мы скажем, мяу рацьи, он был прав. Если девушка, она мяу рацьи, она была права. Не мам вонтплевощи, жевшисьцы, достанечи карты поляка. Маня нет сомнений, что все вы получите карту поляка. Не вонтплеве, то есть наилепша метода. Несомненно, это наилучший метод. И сделаем упражнение номер пять. Здесь нужно из предложенных слов подставить эти слова к фотографиям. То есть, выбрать подходящие слова к фотографиям. То есть, оно, ребёнок грязный и маленький. И я думаю, что этот ребёнок грязный и маленький. Он ест молодый и сменчённый. Мысли же, он ест працовитый и высокий. Он ест молодый и сменчённый, кто-то говорит. Он молодой и уставший. А в ответ мы можем поспорить и сказать. А я думаю, что он трудолюбивый и высокий. Она ест смутно и хоро. Она заболевшая и грустная. Мысли же, она ест щупо и симпатично. Я думаю, что она худая и симпатичная. Он ест пшестойный и выспортуванный. Он ест красивый. Он красивый и спортивный. Мысли же, он ест щредневую взрослую. Я думаю, он среднего роста. Она ест ладно и элеганско. Мысли же, она ест высого и высоко. Повторение, повторение. Последняя часть на сегодня. Здесь два упражнения. Здесь нам нужно написать противоположность. Антонимы, то есть слова по значению противоположные. Например, весовое, смутное. Веселое, грустное. Обращайте внимание на род слова. Здесь у нас средний род. Также будет мужской и женский. И ставим правильное окончание. Пшестойный, мужского рода, то есть красивый. Бжиткий, некрасивый. Працовита, ленива. Працовита, ленива. Молода, стара. Новый, старый. Дуже, малое. Большое, маленькое. Низкий, высокий. Здоровое, хорое. Здоровое, больное. Здоровое, бжитка, ладна. Некрасивая, красивая. И упражнение номер два. Нам нужно вставить в предложение и, а, ле, бо. И, а, ле переводится как но, бо, потому что. Аня ест млода и высока. Аня молодая и высокая. Пан Антони ест старый. После запятой у нас может быть либо але, либо бо. И мы по смыслу догадываемся, что надо сказать но. Он старый, но энергичный. Значит, вставляем але. Пан Антони ест старый, але энергичный. Пан Антони старый, но энергичный. Оля симпатичная и трудолюбивая. Оля ест симпатична и працовита. Торба ест бжитка, бо ест стара и брудна. Торба, сумка, некрасивая. Почему? Потому что она старая и грязная. Ян ест молодый и выспортиванный. Ян молодой и спортивный. Марта ест шчупла, але не выспортувана. Марта худенькая, но не спортивная. Словник ест злый, бо ест малый. Словарь плохой. Почему? Потому что он маленький. Напишите, пожалуйста, в комментариях о себе. Какая я ли? Какой я? Старайтесь использовать как можно больше слов прилагательных. И также можете попридумывать какие-то предложения с устойчивыми фразами. Я думаю, я считаю, по-моему, на мой взгляд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.